8 марта будем прорабатывать образ феминной женщины. Заметьте, не феминистической женщины, то есть чем феминная женщина отличается от феминистической, феминистическая она против мужчин. Она считает, что она главная, а феминная женщина – это женщина, которая позволяет всему быть. Быть мужчином, быть самой себе, разрешать себе быть женщиной. И, соответственно, так как мы работаем с образами, однозначно у каждого из нас есть свое понимание женщину. Поэтому прямо сейчас я предлагаю опустить свой взгляд сюда, в район подсознания. Мне часто задают вопросы, что делать, если я не вижу образов. Я всегда говорю, мы все видим образы. Например, вот сейчас я говорю собака. Можешь закрыть глаза или просто опустить сюда взгляд. Собака. Повтори несколько раз слово «собака» и увидеть образ. Вот какой образ прямо сейчас ты увидел или увидела. Например, у меня перед моими глазами тоже возникло образ белой собачки, такой небольшой, который виляет хвостиком. Это мой образ. А для кого-то будет образ собаки большой, или маленькой, или худенькой, или толстенькой, или на поводке, или в вольере. То есть у каждого из нас есть свой образ. Например, кошки. Я тоже опять закрою глаза. Мы будем все время тренировать эти образы, потому что наше подсознание, оно мыслит образами. Образ. И вот кошка или кот. У меня дома кот живет. Мне даже закрывать глаза не надо. Я говорю, кот. Сразу образ того кота, который живет у меня дома. Вот это мой образ кота. Но если, например, я возьму кошка, то понятно, что будет другой образ. То есть мы все мыслим образами. У нас у всех есть дар видеть образы. У нас у всех есть эта возможность. Мы все абсолютно с вами до единого мыслим образами. Поэтому, например, образ бизнесмен. Бизнесмен. Закройте глаза и посмотрите на этот образ. Бизнесмен. Мы будем тренировать эту образность, потому что вот сегодня, когда я работаю в бизнес-структурах, и самый заказыванный тренинг – это креативность. Почему креативность? Потому что это творчество. Потому что человек, который умеет мыслить за рамками привычных, стандартных, он очень ценится. И работодатель, когда мы запускали, что является самым большим потребностью у работодателя в работнике, и один из пунктов был креативность, что это человек медитативный и креативный. Поэтому умение видеть образы – это как раз умение в том числе и креативить. Итак, мы работаем с вами образами женщинам. Еще раз говорю из-за того, что у нас впереди 8 марта, поэтому у нас образ, нам надо проработать образ феминной женщины. Не феминистической женщины, а именно феминной женщины. Это новый такой лексикон в нашем Буту. И вот когда вы видите, то есть если вы мужчина, который смотрите эфир, можете прямо произнести «Моя женщина». Закрываем глаза, или если вы можете открытыми глазами, вот сюда вы смотрите, и задаете вопрос. Я женщина или моя женщина? Какой образ я женщина? Я женщина. Говорите вслух это слово для того, чтобы ваши слова попали сюда, опустились в подсознание, и ваше подсознание тут же дает образ. Я женщина. Какой образ у вас возникает? Так как я много-много отработала этот образ, его нужно отрабатывать точно так же, как в эфире, когда мы говорили «Любовь к себе просто так», так же и образ «Я женщина», его тоже необходимо отрабатывать. Чем чаще, тем лучше. Я женщина. Я женщина. Я женщина. Какой образ вы видите внутри себя? Любовь к себе, как к женщине, просто так. Мы говорили в предыдущем эфире «Любовь к себе просто так», а теперь мы будем работать «Я женщина». Вот «Я женщина». Какая? В нашей культуре в основном к образу женщины требования достаточно жесткие. Женщина должна быть 90-60-90. Женщина должна быть выхоженная, красивая, накрашенная. У нас очень много разных требований женщины. Но мы сейчас берем в целом «Я женщина». И смотрим на этот образ. Здравствуйте, Катрин. Спасибо за то, что вы вышли в эфир. Итак, смотрим на этот образ. «Я женщина». Закрываем глаза или ощущаем, какой образ у вас возникает на эти слова. Эти слова, которые идут из ваших уст, вызывает ли он напряжение? Вызывает ли он ощущение сопротивления? Потому что у каждого из нас есть такое понятие. Плохо быть женщиной, хорошо быть женщиной, плохо, что я женщина. В нашей культуре очень много времени трактовалось такое понятие, что если рождается девочка, это как горе. А вот если рождается мальчик, аллилуйя, слава богу, герой родился. Поэтому если вы дитя того поколения, когда, например, вот я родилась в семье, где я родилась второй девочкой, они ждали первого мальчика, и вот родилась девочка, и они ждали второго мальчика, и я родилась девочка. Поэтому папа огорчился очень сильно, когда родилась вторая девочка, то есть я. Тогда в те времена еще особо УЗИ не делали, поэтому папа очень огорчился. И они долгое время спорили, как меня назвать. Соответственно, я как ребенок это почувствовала, я это чувствовала. И папа всю мою жизнь, вот сколько мы с ним общались, говорили, «Я ждал пацана, а ты не оправдала моих ожиданий». Поэтому вот когда мы опускаем свой взгляд, так как я отработала этот образ, я отработала все страхи, я отработала все чувства вины, что я не оправдала оправдания отца, я отработала очень много обид на отца на май, что меня не принимали, что мне там отец там больше мне покупал всегда мужской одежды, джинсы, брюки. Он говорит, ты должна быть сильной, должна сама за себя постоять. То есть мне пришлось очень много отрабатывать этого образа, очень много. Непринятие, да, смущение ощущать, стыдно быть женщиной, да, да, Катрин, стыдно быть женщиной. Это вот и про меня было такое, да, мне было стыдно быть женщиной. Когда мне на улице говорили, женщина, 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 я прям съеживалась. И вот эти все вещи мы замечаем, потому что вот это съеживание, вот это стыдно, вот это неправильно, вот это из-за меня там отец огорчился, это я виновата, что я не оправдала ожидания там мамы или оправдания отца. Вот это все мы сейчас будем исцелять с вами. Итак, я женщина. Какой образ возникает? Ну вот у меня уже сейчас возникает образ там женщины весны, женщины, я отрабатывала это качество, да, я шикарная женщина. Я прекрасная женщина, я женщина, которая излучает жизнь, я дающая жизнь. А до этого, когда я прорабатывала, когда я говорила, я женщина, у меня возникала вот та девчонка, аляповатая, потому что я донашивала одежду своей сестры. У нас была разная совершенно размеры. Я была дутловатая, я была с большими бедрами. Ну, в нашей семье неправильно питались. Мы в основном питались фермишелью, картошкой, хлебом. Из-за этого и я была вот такая вся адутловато, пухловатая. И у нас постоянно пирожки пекли в доме. У нас много-много было теста. Поэтому даже несмотря на то, что я занималась спортом, я выглядела... Мне не нравилось смотреть на себя в зеркало. Когда я смотрела на себя в зеркало, я думала, боже, какая уродина смотрит на меня. И если я сама себе не нравлюсь, кому тогда я буду нравиться? Если я сама не полюблюсь, я просто так, то кто меня полюбит? Поэтому смотрим на этот образ. Даже если у вас образ достаточно положительный, достаточно хороший, и вам всё в этом образе нравится, задайте себе вопрос. Ну, что это всё подсознательные установки. Это всё подсознательные установки. Вот одна из установок, которая Катрине только что сказала. Стыдно быть женщиной. Прямо выписываем все эти установки. Потому что это навязанные кем-то и когда-то установки, которые нам навязали. Например, навязанная установка в моём детстве. Ты не оправдала моих ожиданий. Вот если бы ты родилась мальчиком, тогда ты оправдала. А так как ты девочка, то это плохо, что ты девочка. Мы просили у Бога мальчика, а ты пришла девочкой. И я долгие годы, например, очень стеснялась, что я девочка. Когда мне называли девушка, девушка, я в юности очень много сутулилась, потому что мне было стыдно от самого осознания. То есть всё берёт начало с самого-самого детства. И вот мы смотрим в этот образ. Я женщина, я девушка, я женщина. Наши традиции нас с самого детства учили чему? Что вот ты вырастешь и станешь мамой, у тебя родится ребёнок. То есть у нас больше делался упор на позицию женщины, как мамы. Но не делался упор на то, что ты вот вырастешь и будешь счастливой женщиной. Что ты будешь сиять счастьем. Потому что если женщина сама несчастна, то что она может своим детям дать? Знаете, у нас образ мамы – это измотанная, замученная, особенно сегодня несколько детей. Она постоянно в стирках, она постоянно в уборках. Но мама случается после женщины. То есть когда она превращается в женщину, тогда она становится мамой. Поэтому, конечно же, мы сейчас прорабатываем образ женщины. Итак, женщина. Я – женщина. Если вы мужчина, скажите вопрос. Моя женщина. Какой у вас образ возникает? Вот сегодня утром работала женщина. Она замужем уже три года. Но у них нет детей. И вот она говорит. Ну я же должна родить ребёнка. Ну я же, ну вот, я говорю, должна, то есть у тебя нет согласованности. То есть ты логически понимаешь, что ты должна родить, но внутренне ты не позволяешь себя родить. И вот мы тогда уперлись в этот образ женщины. И оказалось, что когда я её повела в образ, вот я женщина, какой у тебя образ? И она увидела образ такой корявой, полукорявой женщины. То есть она как будто нелепо выглядела в её образе. При этом муж ей всегда говорит, муж, какая ты красивая. И она говорит, да где я красивая? Да ладно, ты мне врёшь, ты лицемеешь мне. Хотя на меня с экрана свалила действительно красивая очень женщина. Но она себя такой не считает. Потому что у неё внутри вот этот образ. Я корявая, я нелепая. Да вообще мне повезло, что у меня такой муж. Да это просто я случайно отхватила. То есть для неё это не норма, что рядом с ней вот такой мужчина, который говорит, да нет, я тебя люблю. Да где ты нашла корявость? Да ты нормальная, ты хорошая. Но она постоянно внутри говорит, добрый день, Анна. Она всё время внутри себя говорит, нет, я плохая женщина. Тем, кто присоединяется, мы сейчас отрабатываем образ «Я женщина» накануне 8 марта. Чтобы мы трансформировали и преобразили этот образ. Чтобы любовь к своей внутренней женщине стал естественной. Виноватый образ. Надо быть умной, правильной. А красота и женственность – ничего в жизни. Это очень плохо. Видите, виноватый образ. Теперь, когда мы находим образ, мы говорим такую фразу. «Слух, но только я так думала. И только мне так можно было думать. И только я для чего-то так думала. Зачем я сама хотела так думать? Зачем я сама хотела так думать, что стыдно быть женщиной?» Смотрите, что происходит. Когда у меня стакан, например, сейчас чая в себе в руке. Я вам даю этот стакан. И вы можете принять этот стакан. А можете сказать, нет, я не хочу этот стакан принимать. То же самое, если, например, в мою жизнь кто-то говорит, там, ты воровка. Человек дает мне стакан воды. Я могу принять и сказать, и задуматься, может, или я воровка. А можно сказать, да нет, это у человека какой-то перекос. Ну, мало ли, вдруг у него плохое настроение. Или он ассоциировал меня не с тем человеком. И просто не принять этот стакан воды. И сказать, да, спасибо тебе за твое мнение. Но твое мнение – это только твое мнение. Поэтому, когда в нашей жизни нам говорили, например, наши родители, у тебя руки не из того места растут. У тебя руки растут там из задницы. Еще кажется, что мужчина, женщина воспринимает исключительно как сексуальный объект. Прячась под одеждой, лишним весом. Да, да, да. Вот сюда мы сейчас и будем идти. То есть, когда мы находим вот эти вот мысли, вот эти навязанные стереотипы, желательно работать с ручкой, листком бумаги и выписывать все эти установки. Потому что именно наши установки транслируют то, как нам надо вести. То есть, если мы считаем, что мужчина рассматривает меня как объект, сексуальный объект, то так это и будет. Мы притягивать будем… Мир зеркалит нас. Мир отзеркаливает нас. Поэтому, если мы, например, думаем, что мужчина смотрит на меня только… Соответственно, мы притягиваем только таких мужчин, которые нас рассматривают именно как сексуальный объект. Вот как эта женщина, с которой я сегодня утром работала. Ее мужчина говорит, да ты красивая. Да я за тебя… Ну, я на тебе женился, потому что ты мне нравишься. А она ей постоянно говорит, да нет, где ты нашел красоту. Да ты посмотри, у меня тут бедра не такие. Да ты посмотри, у меня там бродинга не такая. То есть, она не проработала вот это качество любого к себе просто так. Я женщина. И я люблю эту внутреннюю женщину. Знаете, в наших традициях сейчас очень часто… Вот я встречаюсь с упражнением погружения внутреннего ребенка. Я считаю, что это в корне неправильное упражнение. Потому что, как я могу погрузиться во внутреннего ребенка, когда я взрослая? То есть, когда я погружаюсь во внутреннего ребенка, условно говоря, я тогда не беру ответственность. Когда я погружаюсь во внутреннюю женщину? Потому что я женщина по факту своего рождения. То есть, мне не надо становиться женщиной. Я женщина по факту своего рождения, по факту своего паспорта, по факту выбора, когда я выбрала там, на небесах, быть женщиной и прийти через эту маму и через этого папу. Поэтому сейчас очень много упражнений там. Найти себя, как стать женщиной, очень много курсов. Погружиться во внутреннего ребенка. Я говорю, ребят, ты о чем? Какого внутреннего ребенка мне надо погружаться? Я могу единственное, что погрузиться во внутреннюю женщину. Вот во внутреннюю женщину погружаться? Нормально. А вот внутреннего ребенка, это как? Где тот ребенок? Я уже взрослая. Или там, надо найти себя. Я уже нашла себя. Как только я родилась на этой земле, я нашла себя. Я женщина. Я девочка. Я девушка. Я женщина. И вот эта градация девочка, девушка, женщина, она очевидна. До наступления первых месячных я девочка. С наступлением первых месячных я девушка. Как только я беру ответственность за свою жизнь, жизнь 20-21 год обычный, 25 лет. Хотя в 25 лет моей дочери уже было 5 лет. Я родила ребенка в 20 лет. То есть уже взяла ответственность за рождение ребенка в 20 лет. Поэтому как только мы берем ответственность за свою взрослую жизнь, мы становимся женщинами. Точно так же у мальчиков происходит. Мальчик, парень, мужчина. И вот мы погружаемся в эту внутреннюю женщину, которая уже есть. Я есим женщина. Мне не предстоит быть женщиной. Мне не предстоит найти женщину. Мне не предстоит что-то. Потому что я есим женщина. Я есим уже женщина. Я выбрала быть женщиной. И вот когда я погружаюсь в этот образ, я женщина, то я какая женщина? Возьмите лист бумаги. Это упражнение, это практическое. Это мы с вами делаем только практику. Информацию в интернете тысячи. Я не даю информации, я практика. Я 35 лет работаю как мастер трансформации. И ко мне люди обращаются как в практику. Я советую. Никогда никому не даю. Потому что я вам скажу. Прими в себе женщину. Скажите, а это как? Полюби себя. А это как? Относись к себе с любовью. Это как? Итак, поэтому мы делаем практику, мы делаем упражнения. Вот когда я вижу образ, например, виноватой женщины. Но только я так сама хотела. Только когда меня обвинили, я приняла этот образ. Но точно так же, как я выпила эту чашку яда, точно так же я готова сейчас отказаться от этого образа. Итак, я женщина. И смотрим на этот образ. Вот кем бы я была без мыслей, что стыдно быть женщиной? Кем? Это же только мне кто-то внушил. Это же мне кто-то только навязал этот образ. Только когда-то я по каким-то, ну не знаю, по каким-то своим умозаключениям заключила, что там стыдно быть женщиной. Кем бы я была без этой мысли? Вот если бы мне, если бы не внушали, а я бы не внушалась. Знаете, вот я всегда говорю, вот мне дают стакан воды, а у меня есть выбор, взять или не взять. Кем бы я была без мысли, стыдно быть женщиной? Ты виновата, что ты женщина. Я выбрала быть женщиной. И я одобряю свой выбор. Я решила быть женщиной. Я решила прийти на эту землю в женском теле. Это мой был выбор. Поэтому сейчас я принимаю в себе женщину. Вы можете положить ее с руку на сердце, на грудь, на солнечное сплетение. И у многих из нас есть эмоциональная боль. У многих у нас есть обида. Блин, обида на родителей. У меня долгое время была обида на родителей, что зачем вы хотели мальчика, когда уже даже я родилась с девочкой, а вы меня там до семи, до восьми, до девяти лет воспитывали как мальчика. Вы не должны были меня воспитывать как мальчика. Вы должны были меня воспитывать как девочку, потому что родилась девочка. Но потом я поняла, что обида – это инструмент. Обида помогала мне в том этапе жизни выживать. Зачем мне обида? Зачем я сама хотела обидеться на родителей? То есть поэтому нам надо отработать все страхи. Страх быть женщиной. Очень многие женщины… Вот почему вес идет вширь, почему люди поправляются? Потому что, например, если женщина верит, что я как объект для сексуальных пристрастий, то лучше я поправлюсь, и тогда я буду неприглядна для мужчин. То есть эти решения, которые мы принимаем в моменты эмоциональных каких-то процессов. Но я могу быть женщиной, принимать себе женщину. И принимать себе, что быть женщиной безопасно. Быть сильной женщиной безопасно. Очень много отрабатываясь женщинами, у них какое-то такое решение. Тоже наслушались разных курсов. И они приняли такое решение. Я буду слабой женщиной, и только так мой мужчина будет сильным. Если я буду слабой женщиной, то мой мужчина будет сильным. Недавно я работала с женщиной. Она сильно болеет последние лет 20. И вот когда мы докопались до причины, оказывается, что она когда-то приняла решение. Только если я буду слабой, раз слабая, значит больная, тогда мой муж будет сильным. И мы изменили с ней установку. Только если я сильная женщина, мой мужчина будет сильным мужчиной. То есть сильный мужчина – сильная женщина. Я сильна своей женственностью. Он силен своей мужественностью. И я как сильная женщина принимаю в своем мужчине сильного мужчину. Это всего лишь игры нашего подсознания. И вот когда мы смотрим на образ «я женщина», мне можно быть женщиной. Я разрешаю себе быть женщиной. Прорабатываясь с очень многими людьми, я встречалась даже с таким, когда женщина запрещает себе быть женщиной. Потому что женщиной быть опасно. Потому что если я буду женщиной, меня изнасилуют. Если я буду женщиной, то есть у нас множество установок. Поэтому наша задача – найти вот эти все установки. То есть как узнать, есть ли у вас проблемы с сущностью себя женщины. То есть если вы смотрите на себя в зеркало, придираетесь, у меня не там родинка, у меня там не такие губы, у меня не такие зубы, у меня там не такие бедра. Если у вас есть внутренний конфликт сама с собой, вот с этим надо обязательно решать и прорабатываться. Конечно, если у вас есть тренажеры, мастерки, прорабатываться очень легко. Вы забиваете там образ «я женщина», и меняете этот образ, трансформируете этот образ. Поэтому если у вас сейчас вылез негативный образ женщины, то вы способны его и трансформировать. Как мы это делаем? Но только я так думала, но только я так мечтала. И сейчас позволяете здоровой женщине, образу здоровой женщины, проявиться на экране своего подсознания. Здоровая женщина. Я имею в виду здоровая не только физически, но здоровая психически, здоровая духовно, здоровая душевно, здоровая эмоционально. То есть мне можно быть здоровой. Потому что очень часто женщина принимает решение, тоже работала с одной женщиной, у неё молодая совсем, 27-28 лет, случился паралич ног. И когда мы с ней начали прорваться, она говорит, что я всю жизнь мечтала, чтобы муж носил меня на руках. И вот это случилось. Потому что один из вопросов, который легко выявить установку, например, я больна, зато мой муж меня носит на руках. И мы сразу видим установки. И вот эта женщина говорит, я так мечтала, чтобы я вышла замуж за мужчину, который носил меня на руках. И вот он меня носит. Когда мы изменили с ней установку, что я замужем, я счастлива. У меня один в один повторилась ситуация с мужчинами. Пользовались моей добротой, услугались. Я вынуждена выходила из отношений, потому что не могла. Вот смотрите, пользовались. Вот слово пользовались. Прямо возьмите это слово. Мужчины мною пользовались. И задаете вопрос, это правда? Опять не из логики пользовались. Мы синхроним друг друга. Поэтому, если они пользовались вами, по закону синхроничности, вы пользуетесь ими. Мы зачастую в зеркале своей жизни предъявляем претензии другому человеку, а он отражает всего лишь наши установки. Он отражает нашу внутреннюю правду. Если они вами пользовались, у вас были на то причины. Я всегда возвращаю человека к аксиомии 1.1. Наша жизнь – это результат подсознательных желаний. Если с вами что-то происходит, значит, нам это для чего-то нужно. Мы утверждаем себе внутреннюю правду, потому что жизнь отражает внутреннюю правду, в которую мы верим. У меня даже проявилось устойчивое выражение про себя. Я удобная женщина? Давайте пойдем в непринятое качество. Я удобная женщина. В чем сила быть удобной? Потому что тоже это одно из распространенных явлений, когда я работаю с женщиной. Она говорит, все, что я не хочу, это быть удобной женщиной. Наша жизнь – это то, на чем мы держим фокус. То есть если женщина постоянно повторяет, я не хочу быть удобной женщиной, я не хочу быть удобной женщиной, я не хочу… То есть она повторяет, она в это вкладывает эмоцию. Что делает наше подсознание? Оно не слышит слова «не», и в итоге человек проявляет и транслирует внутреннюю правду. Я удобная женщина. Поэтому мы принимаем это качество. Давайте примем. В чем сила быть удобной? Потому что то, что мы отрицаем, мы подавляем в тень. Это становится нашим демоном. Добрый день, Алла. Здоровья, добра. Сегодня мы работаем, я напоминаю, перед 8 марта мы прорабатываем женщина. Я – женщина. Закрываем глаза или открытыми глазами и смотрим на образ. Нравится ли нам образ «Я – женщина». Еще раз, мы погружаем, поддерживаем деньгами, возможности, тяжелые времена, и мне они говорили, что в системе говорили «мой агрегат». Итак, «Я – удобная женщина». Давайте посмотрим, в чем сила удобства. Вот мы не берем отсюда, мы заходим в свое подсознание и прямо ищем, в чем сила быть удобной, в чем не можно быть удобной. То есть, когда мы запрещаем себе, например, мне нельзя быть удобной. То есть, мы подавляем это и в итоге становимся. То есть, то, чего мне нельзя, тем мы становимся. С чем борешься, на то напоришься. «Я – сильная, мощная женщина». Именно добавляйте. «Женщина». Я принимаю в себе женщину, я погружаю в свою внутреннюю женщину. Вот если я могла бы дать вам совет, хотя я не люблю давать совет, я все-таки стараюсь прорабатывать, чтобы человек сам доходил до этих мыслей, не разжевывать ему, то я всегда говорю, мы не погружаемся в ребенка, мы погружаемся в женщину. Мужчины погружаются в мужчину. Нам не надо находить женщину. Нам не надо находить себя. Мы уже по факту своего рождения женщины. Итак, вот я – женщина. Я – женщина. Удобная женщина. Давайте найдем силы удобную. Прямо погружаем сюда. Я вместе с вами это делаю в упражнении, потому что я не думала с этой позицией. Итак, я удобная. У меня первый образ – удобные тапки. Как вот растоптанные тапки, удобные тапки. Знаете, вот как домашние тапки, которые удобные и которые я одеваю, и они мне не жмут. В чем сила удобных тапок? В том, что не надо их разнашивать. В том, что они не жмут. Что они уже сформировались по моей ноге. В чем сила удобства? В том, что они не дают особых мне забот, не натирают ноги, не делают синяков каких-то и так далее. То есть сила удобства в том, что они не приносят мне дискомфорта. Но с другой стороны, например, если это тапки удобные, но старые, то, соответственно, они приносят дискомфорт чисто в эстетическом понимании. Поэтому тогда я выброшу и куплю себе новые, но удобные тапки. Теперь давайте посмотрим это с точки зрения человека. Я удобный человек. В чем сила удобства? Ну, давайте в первую очередь выйдем из оценочности. Зачем я сама хотела делить мир на удобные и неудобные? Потому что пока мы находимся в делении, мы всегда будем в проигрыше. Зачем я сама хотела делить мир на удобных и неудобных? Ведь только я так решила. И только мне можно было так решить, быть удобной и быть неудобной. Только мне так было можно. Итак, когда я классифицирую, это удобно. Это неудобно. Как я себя чувствую, когда думаю, что что-то неудобно? Тут, конечно, идет страх. Вот у меня первая мысль идет. Если я буду удобной женщиной, то... Вот здесь мы найдем сейчас установку. То мной будут пользоваться. Если я буду удобной женщиной, то... Там у меня будут отирать ноги. Если я буду удобной женщиной, то... Какие еще установки мы можем здесь найти? То... Там на мне будут ездить, потому что мама с папой ругались. Я хотела угождать папе, чтобы быть с ним так, как я очень его люблю. Пока я не понимаю, как это относится к вот этой установке удобно, потому что наша сейчас задача найти как можно больше установок со словом удобное. Например, если я буду неудобной женщиной, тогда я могу вызывать мужчину на ринг и делать его сильнее. Тогда я могу мужчине давать вызовы, то есть я буду сильной и неудобной. Женщиной я буду непредсказуемой. Тогда, может быть, я буду более интересной. Тогда у него будет возможность меня больше там, условно говоря, как хищник достигать. Вот с детства страх остаться одной. Еще раз повторяю. Мы имеем то, на чем мы держим фокус. То есть что такое страх? Страх – это фокус. То есть страх быть одной. Поэтому наша задача – вот пойти в этот страх и пережить его не в жизни, а прожить его в реальности. Итак, я боюсь. Страх – это инструмент. Зачем я сама хотела пользоваться инструментом? Только тогда, когда у меня есть страх, я… И слушайте, это вопрос нелогический. Это вопрос подсознания. Наше подсознание завалено очень огромным количеством установок. Поэтому мы находим сейчас нет плохих установок и нет хороших установок. Есть только те установки, которые… Я их называю блокираторы. Мысли-блокираторы. Которые блокируют приход того, о чем мы хотим. Ну, например, если женщина хочет выйти замуж, но у нее есть установка, что я не хочу быть удобной, тогда она… Все время у нее держится вот этот фокус. Я боюсь быть удобной. Я боюсь. То есть она держит фокус на этом. И, соответственно, чем больше она держит фокус, тем больше она дает туда энергию. И тем больше эта внутренняя правда ее реализуется. Например, женщина говорит, я не хочу, чтобы меня изнасиловали. То есть она держит фокус на этом. В итоге она притягивает себе насильников и говорит, ну я же говорила, что все мужчины, там, козлы, им только одно от меня и нужно – сексуальных домогательств. Поэтому наша задача – убрать фокус с вот этих мыслей блокираторов. и перефокусировать на мысли, например, если женщина – я не хочу, чтобы меня изнасиловали. То есть страх быть изнасилованной или страх, что она будет удобной, или страх, что она потеряется. Мы переводим на фокус – я хочу. Я хочу, чтобы мой мужчина уважал меня и ценил. Я хочу испытывать безопасность там, где я живу. Соответственно, тогда мы идем из «хочу» в сознательный запрос. Я живу в безопасности. Я живу в безопасности. Мой мужчина меня уважает и ценит. И смотрим, что не так. Вот если мы идем в этот сознательный запрос, я его постоянно учу в каждом из видео, и ведет себя, как прежде. Мне не хочется этого, но я хочу изменить его к себе, чтобы ценил и уважал. То есть, смотрите, если он вернулся к вам, и вы ощущаете, что он вас не ценит, то как вы себя ведете? Когда я вижу, как он меня не ценит, я, может быть, отношусь к нему как к последнему, я его обесцениваю, я его втаптываю грязь, или наоборот, я его презираю в этот момент. То есть, посмотрите, как вы себя ведете. То есть, он отражает вас. Он – ваше зеркало. То есть, если он вас не ценит и не уважает, это означает, что вы себя не цените и не уважаете. То есть, у вас нет любви к себе просто так. Значит, вам любить себя нельзя, потому что что-то случится очень страшное, если вы полюбите себя. Я его уважаю, почитаю. Я буду, Лана, постоянно возвращать вас к этой мысли. Жизнь – это результат подсознательных желаний. Если ему можно вас не уважать и не ценить, значит, он читает с вашего. Мы подсознательно считываем с другого, что можно, а что нельзя. Когда я стала удобной, муж бросил меня. Вы можете абсолютно точно знать, абсолютно точно знать, что он бросил из-за того, что вы стали удобной. Потому что мы очень часто навешиваем клише. Он меня бросил, потому что выбрал более молодую. Он меня бросил, потому что я растолстела. Он меня бросил и так далее. Итак, интересует психосоматика переломов рук правый локоть. Очень просто. Берёте гугл и открываете. Любые переломы – это агрессия против себя. Любые переломы – это где-то скрытая агрессия, направленная против себя, бессознательная. Правая рука – это, как правило, связь с прошлым. Вот. Поэтому я так не могу вам сейчас сказать. Я говорю, гугл вам в помощь. Вы открываете и видите психосоматику. Я больше прорабатываю. Я бы просто взяла и прорабатывала это. То есть я бы пошла в образ. У меня перелом руки. И смотрите образ. Что видите в этом образе? Зачем? Вопрос здесь всегда будет звучать очень простой. Так как я автор своей жизни, задайте этот вопрос и послушайте своё подсознание. То есть это может вызвать, конечно, огромное количество напряжения. Зачем я сама хотела перелома руки? И слушайте себя. Этот ответ, он не в логике. Он, скорее всего, вот здесь внутри. Зачем я сама хотела поломать руку? Я понимаю, что это вызывает чувство вины. Но чем быстрее вы перейдёте в позицию быть автором своей жизни, тем легче вам будет. Но только я сама хотела этого. Недавно несла в руки мочёвку мужа. Это логика. А мы идём в глубину. Мы идём в глубину. Недавно я работала с женщиной, которая поломала запястье. Не запястье, а плечевой. Плечевой этот самый. И вот когда я задала ей вопрос, зачем я сама хотела? Она там встала на линоле, в линоле было. В общем, она полетела и поломала. И вот когда я задала вопрос, зачем я сама хотела? Зачем я сама хотела? И она тут же ответила. У неё прямо из подсознания, что я устала подавать мужу. И наконец-таки теперь муж мне подаёт. То есть я сама решила поломать руку. И таким образом мужу сказать, вот теперь я тебе помогать больше не могу. Я теперь не могу тебя больше услуживать. Всё, давай теперь ты. Ты же видишь вот со мной такое. И муж стал её услуживать, там, готовить, там, приносить обед, там, мыть посуду. То есть зачем я сама этого хотела? И вот когда мы поймём, что мы авторы своей жизни, нам будет легче. Как только вы это осознаете, что, да, была причина для того, чтобы рука поломалась. Была причина. Причём эта причина порой не лежит в той плоскости, в которой мы обычно думаем. Можно вопрос в тему. А как отличить это самонаказание? И надо проработать и жизнь. И говорить, что туда идти в этом направлении не нужно. А мы не знаем, что нам жизнь говорит. Нам жизнь говорит или наши установки нам говорят. Это может элементарно и быть установки. Поэтому в данный момент мы прорабатываем «я женщина». Давайте в следующий раз, я вас постоянно прошу, давайте мне задания, какие эфиры вы хотите видеть. Вы ничего не пишете. Поэтому прорабатываем, например, жизнь мне не даёт идти куда-то. Или задаём вопрос. Это правда? Могу ли я абсолютно точно знать, что жизнь ничего-то не даёт? Это что, я, получается, жертва жизни? Жизнь мне указывает, что мне делать, а что мне не делать? Знаете, очень хорошо переложить ответственность на деньги, на время, на жизнь, на Бога. Это Бог мне не даёт. Нет, давайте всё-таки выводить это в ракурс. Я автор своей жизни. Я причина всего, что со мной происходит. Значит, тогда вопрос будет звучать так. Зачем я сама хотела думать, что жизнь что-то мне не даёт? Зачем я сама хотела думать, что жизнь кому-то что-то даёт, а мне чего-то не даёт? Что тогда, если я думаю, что жизнь мне что-то не даёт, тогда я могу бороться с жизнью? Ах, ты мне не даёшь, а ну иди сюда, я с тобой буду бороться. И вот таким образом мы выискиваем установки. Они на каком-то этапе могли быть нормальными, а потом на каком-то этапе они могут уже быть некорректными. Итак, давайте позапланируем. Да, вот я женщина. Давайте возвращаться всё-таки в феминная женщина. Потому что мы с вами сейчас перед праздником, 8 марта, мы будем праздновать День Женщин. Итак, я женщина. Мне не предстоит быть женщиной. Я уже женщина по факту рождения. Хорошо, сделаем такой эфир. Какая расплата за успехи и дарает вселенной? Замечательная тема. Сделаем, обязательно сделаем. Вот мы сейчас идём в этот образ. Я женщина. Я люблю себя без условий. Я люблю себя как женщина. Давайте пойдём в эту установку. Я люблю себя как женщина. Я уважаю себя как женщина. Я почитаю себя как женщина. Я воспринимаю себя как женщина. Я благословляю свою внутреннюю женщину. Например, я благословляю свою внутреннюю женщину. Вот в утренних эфирах мы каждое утро в группе собираемся в 7.30 по Украине и в 8.30 по Москве. Вот сегодня мы благословляли внутреннюю женщину, мы благословляли всех женщин по всему миру. Мы благословляли девочек, мы благословляли бабушек, потому что быть женщиной – это гордость. Быть мужчиной – это гордость Смотрите, чем отличается феминистическая и феминная женщина от феминистической Феминистическая – она себя ценит, а мужчин считает не ничтожество Феминная женщина – она будет ценить себя, уважать себя, почитать себя Но точно так же она будет уважать мужчину Точно так же она будет принимать Тут, конечно же, мы проработали с вами образ мамы, проработали образ папы, проработали образ любых себе. Поэтому, конечно, сейчас в следующем, по крайней мере, кроком, шагом мы будем прорабатывать мужчин. Мой мужчина – это тоже очень важный образ, которым мы прорабатываем. Мой мужчина – какое он в моем подсознании. Итак, возвращаемся. Я женщина. И даем еще такой образ. Я счастливая женщина. Вот какой образ у меня возникает на слова «я счастливая женщина»? И отмечаем, где есть напряжение. Вот если я буду счастливой женщиной, то что может плохое произойти, если я буду счастливой женщиной? Что очень многие женщины запрещают себе счастье. Потому что есть такая установка. Если я буду счастливой женщиной, мне будут завидовать. Если я буду излучать счастье, тогда другие подумают, что у меня слишком все хорошо, и мне придется бороться и доказывать, что у меня все плохо. Если я разрешу тебе, если мне можно быть счастливой женщиной, то мой муж скажет, ты что такая счастливая, ты что мне там изменяешь? То есть сколько людей, столько много и установка. И с этими всеми установками надо прорабатывать. Я счастливая женщина. И смотрим, где есть напряжение. Если я смогу позволить себе счастье, вот смотрите, доминировать и чванствовать. Вот вам установка. Почему? Лана, вам нельзя. Но только я так думала. И только я так думала. И только мне так можно было думать. Что если я буду счастлива, я буду доминирующей. Но только я так думала. И только мне так можно было думать. Теперь пойдем, я бы пошла после этого в непринятое качество. Я доминирующая. В чём сила доминирующей женщины? Я доминирующая женщина. Только я мир разделила на доминирующих и недодоминирующих. Только мне так можно было разделить мир туда или туда. Идём в непринятое качество. Доминирующая. Идём сейчас в непринятое качество. Я доминирующая. Смотрим, в чём сила доминирования. но я бы сказала вот для меня сила доминирования это управление то есть управление потоками быть доминирующей это нормально но при этом позволите и мужчине быть доминирующим то есть он доминирующих мужчина я доминирующая как женщина два доминирующих не претендующих то есть я не претендую на роль мужчины а он претендует на мою женскую роль поэтому особенно в семьях очень хорошо прорабатывать эти образы почему очень важно прорабатывать этот образ мой мужчина я женщина я счастливая женщина я доминирующим мне можно быть доминирующей женщины вот понизить мужчину сделать но только я так думала зачем я сама хотела его поджать от себя тоже сразу же задаете вопрос как только вот эти вот эти мысли поднимаются из вашего подсознания сразу же берете лист бумаги скрыть зачем я сама хотела его поднять от себя только если я подминаю мужчину под себя тогда я могу чувствовать себя хорошо только если я подминаю мужчину под себя тогда тогда мне можно делать то что я хочу только если найдите эти установки и след за установками говорить и ну только я так думаю и только мне так можно было думать а что если возможно в моей семье в моих отношениях что мы оба доминирующим но при этом не просто вы знаете вот мужчина вот женщина и женщина она претендует на то чтобы быть сверху и не нам рука на мужчина когда у них партнерские отношения то есть я всегда говорю отношение мужчина женщина это отношение двух равнозначных партнеров что если мне можно доминировать их быть в партнерских отношениях вот смотрите раньше считала что если я буду счастлива буду высмеивать свободных распущенных девочек но только я так думала и только мне так можно было думать теперь давайте пойдем не принято качество распущенная девочка в чем сила распущенности смотрите что происходит бредит мужчина женщины и мужчина раз посмотрел взглядом на красивую женщину если же женщина внутри себя его женщина не принимает себе проститутка она первая скажет проститутка посмотрела проститутку а я же не такая но внутри проститутки есть очень важные качества она раскрепощенная она свободная она сексуально без ограниченности соответственно когда вы не понимаете себе проститутка вы не принимаете эту раскрепощенных семья в постели соответственно муж мужчина он чувствует что вы закрепощены поэтому он пойдет искать ту с которой ему будет легче быть раскрепощенный поэтому посмотрите в чем сила быть раскрепощенных чем сила проститутки проститутка она свободная она раскрепощенная она делаешь она хочет она знает себе цену вот несмотря на то что у него берут у нее деньги она значит она хочет и она знает сколько она стоит то есть те качества которые мы в себе не принимаем и эти качества себе подавляем но только я разделила мир на проституток и не проституток только я родили ламит на раскрепощенных и не раскрепощенных но меня родители строго воспитывали да в тот момент так было можно лами но тогда я была девочкой это он не так было можно сейчас я воспитываю себя сама сейчас у меня уже нет родителей поэтому я выбираю какой мне быть я выбираю как мне быть и так я счастливая женщина если я счастливая женщина например давайте проработаем установку то мне будут завидовать так как я автор своей судьбы я задаю сразу же вопрос зачем я сама хочу чтобы не завидовали зачем я сама хочу чтобы мне завидовали только если мне завидуют я себе чувствую королевой только я сама создаю зависть ну вот он осуждал таких но сам к ним тянулся вот это как раз непринятое качество то есть он хотел раскрепощенности но себе он не позволял раскрепощенным то есть я не должен быть раскрепощенным в итоге как только вы раскрепоститесь вы увидите что ваш мужчина ваш муж ваш отразит и так образ феминная женщина счастливая женщина если я буду счастлива мне будут завидовать дайте эту установку доведем на комбинации но только я так думала и только мне так было можно думать то предположим вы мне завидуете это опять-то чашка с водой я вам даю чашку вы хотите берете хотите не берете поэтому если вы мне завидуете я могу взять эту зависть а могу просто не принятие завидуйте себе на здоровье хотите хотите завидовать ну завидуйте то есть очень многих людей есть страх что им порчу сделать что им будут завидовать поэтому они принимают решение лучше они будут счастливы лучше не буду красивый это все установки которая если каждого из нас поэтому мы так много их прорабатываем мы прямо берем вот я завела тетрадь и прорабатывать только вижу где-то напряжение на какое-то слово значит только когда завидуют могу осознавать себя как красиво вот мы увидели установку вот мы увидели установку только тогда когда завидую я там то-то то-то и то-то но только я так думала только мне так можно было думать ведь мы сами запускаем зависть мы сами это делаем и на днях работала женщина и она говорит что в школе у нее был буллинг и вот она как я жертва буллинга и я ее перевела на авторство его зачем ты сама хотела буллинг в школе только так я могла быть не как они она сказала тут же потому что пока мы жертвы мы ничего с этим сделать не можем что я могу сделать ну вот меня драконили ну вот меня там выводили себя поэтому наша задача вернуть себе авторство то есть на все есть причина то есть из-за того что очень много перекосов нашей жизни я недавно была в европе и там у них так много перекосов на страхе да вот у них там зона вот сюда входил здесь маску одевают здесь нельзя переступить у нас в украине нет таких у нас тоже есть уже перекосы но не в таком количестве вот а в европе все очень жестко и с одной стороны как бы это забота государства об этих людях но с другой стороны этот страх он уже перешел в какой-то паранормальный этот страх люди боятся всего люди испуганы страх это напряжение люди находятся в состоянии напряжения раз напряжение значит в результате агрессии значит много болезней будет потому что когда мы напряжены энергия свободно не течет соответственно конечно же будет проявляться чехосоматика потому что человек держит фокус на страхе только чтобы не заболеть вместо того чтобы держать фокус я здоровая я здоровая и вот то же самое мы берем я счастливая женщина ну завидуют мне ну пусть я завидую но только я сама хотела чтобы не завидуют потому что у меня есть выгода чтобы не завидовали только так и это себе чувствую красивый тогда по сравнению с ними но тогда я держу фокус смотрите я боюсь чтобы не завидовали то есть фокус на страхи опять опять напряжение поэтому я отпускаю фокус на страх и вывожу на фокус и безопасности любить себя безопасно быть счастливой женщиной безопасным я могу себе позволить быть счастливым потому что счастье Это моя природа, это истинная моя природа, потому что я дух, пришедший во плоти, я дух, который пришел в тело женщины, решил пройти этот опыт женщины. И сама природа духа – это радость, сама природа духа – это любовь. Смотрите, как много мы с вами установок, поэтому что вы делаете после эфира? Вот эти установки, которые вы в себе нашли, вы их обнаружили, вы берете лист бумаги, у меня перебор с женственностью, перебор. Но мне нравится много яркого, блестящего, макияж бруска, я всегда говорю, чтобы беседее было. Мне так нравится, да, так можно. Алла, вам так можно. Как можно чаще повторяйте, мне так можно. Я выбираю яркий, блестящий, я выбираю там красивую бижутерию, я тоже очень люблю бижутерию. Особенно, если с весна, лето придет, я обожаю бижутерию. Я обожаю яркие какие-то кофты, красочные кофты. Несмотря на то, что, когда я работала в кабинете психолога, мне говорили, что надо одеваться в соответствии со своей профессией. То есть белый верх и черный низ. И мне это тоже не нравилось, я все равно саботировала это. Я всегда говорю, а почему я не могу в красном прийти, почему я не могу в оранжевой какой-то кофте, в желтой прийти. Много духов, ярких цветов. Это говорит о том, что вы девушка весна. Это говорит о том, что внутри вас расцветает весна, она яркая, она сочная, после зимы все расцветает. И вам так можно. Просто разрешите себе, мне так можно. Я такая, я выбрала быть такой. А кто-то выбрал быть вот такой. Ей так можно. Тогда мы, знаете, будем меньше осуждать других людей. Потому что мы будем говорить, ну, и так можно быть вот такой. Когда мы видим женщину, вокруг женщины косятся. Вопрос не в том, что они косятся, а вопрос, как вы на это реагируете. Потому что мы по своей жизни постоянно рефлексируем. Кажется, что если тебя будут завидовать, то потеряешь то, что имеешь. Как убрать этот страх. Прямо так и пишите себе. Я боюсь, что если не будут завидовать, то я потеряю. Я могу абсолютно точно, всегда задавайте себе этот вопрос. Могу ли я абсолютно точно знать, что если мне будут завидовать, я что-то потеряю. Могу ли я абсолютно точно знать. То есть я могу догадываться. Но абсолютно точно. Кем бы я была без мыслей, что я могу что-то потерять. То есть посмотрите сейчас. Вот есть мысль. То есть вот этот страх. Потому что мы имеем то, на чему фокусируемся. То есть если есть страх что-то потерять, то мы его обязательно потеряем. Со страхом мы работаем так. Вот вы уже потеряли. То есть мы не в жизни проходим, а через листок бумаги. Вот, представьте, вы уже потеряли. Я понимаю, что это достаточно такая оплюха такая. Ну вот, вы все потеряли. Вы все потеряли. Что вы чувствуете в этот момент? Абсолютно все потеряли. Что в этот момент вы чувствуете? Скорее всего, потерянность. Как правило, за любым страхом есть страх смерти. Вот в основе любого страха это страх смерти. То есть если я все потеряла, значит я, скорее всего, умерла. Значит я умру. Вот я умерла. Всегда вот когда ко мне приходит женщина, у которой очень сильный страх за детей, я всегда их провожу говорю. Давайте работайте с этим страхом. Вот ваш ребенок умер. Что дальше? То есть знаете, нас учат думать только позитивно. И соответственно отрицательная мысль. Мы стараемся запихнуть и подавить. И все подавленное становится монстрами внутри нас, демонами. Поэтому я задаю вопрос. Вот твой ребенок умер. Дальше что? И женщина сразу же говорит. И я тогда умру. Но так как мы авторы своей жизни, я задаю вопрос. Зачем ты сама будешь хотеть, чтобы твой ребенок умер? Зачем ты сама закажешь смерть своего ребенка? Женщина говорит. Я не хочу заказывать смерть своего ребенка. Я говорю, страх это то, что ты заказываешь. Поэтому страх я все потеряю. Зачем я сама хочу все потерять? Что особенное я получу, если все потеряю? Если я все потеряю, то тогда я все начну заново. Если я все потеряю, тогда я потеряю себя. То есть это все вот эти страхи. Надо тут же их прожевать на листе бумаги. Ну, потеряла я ребенка. Вот умер ребенка. Дальше что? Тогда я умру. Но только я решу, умирать или не умирать. Только я выбираю. Умереть мне или не умереть? Зачем тогда я сама решу умереть? Ну, чтобы не мучиться. А зачем я решила, что смерть это мучение? Ну, только я выбираю думать, что смерть это мучение. А что если смерть это дар? А что если смерть это благословение? Если какой-то человек умирает, он так решил, он выбрал, выбрать, уйти. Значит, он так выбрал, ему так можно. Если твой ребенок умер, значит, ему так было можно. Значит, он с какой-то целью так решил. Что ты дальше делаешь? И женщина тут же мне говорит, держишь следующего. И сразу свобода приходит. То есть ты убираешь фокус со страха. Ты перестаешь бояться. А раз ты убираешь фокус со страха, то это не реализуется. Потому что то, чего мы боимся, то это реализуется. Потому что мы на этом держим фокус. Итак, давайте уже подводить к концу. Мы уже час в эфире. Что полезного вы для себя получили? Что для вас стало инсайтами, пониманиями, осознаниями? И то, с чем я хочу вас отпустить, вам можно быть счастливыми. Мне так можно. Мне так можно быть феминной женщиной. То есть сильной женщиной. Могущественной, доминирующей женщиной. Я вот доминирующая женщина. Мне так можно. А вообще, по большому счету, я всегда говорю, я разная. Мне можно быть разной. Мне можно доминировать, можно не доминировать. Мне можно быть удобной, иногда неудобной. Мне можно... Да, вот это и есть волшебство. Да, я как раз веду школу волшебников и волшебниц. Мне можно быть разной. Как надо проституткой быть в постели с мужем. Когда надо быть раскрепощенной. Когда надо быть нераскрепощенной. Мне можно быть разной. Почему? Потому что, когда мы одеваем у себя шаблоны, мне можно быть только такой. Тогда мы становимся ограниченными. Да, я счастливая женщина, я мать. Да, я могу. Я могу себе позволить быть счастливой. Да, я могу позволить другим мне завидовать. Ну, это же их право, завидовать или не завидовать. То, что человек сеет, он пожнёт. То есть, если он мне завидует, а я не принимаю его зависть, ну, этот человек просто... Ему эта зависть возвращается обратно. То есть, он пожинает свою зависть. Только я решаю. Только я сама хочу потерять или не потерять. Да, я имею право на всё. Мне можно всё. Я обычно всегда говорю, мне можно всё. Мне можно быть разной. Мне можно быть любой. Чтобы быть женщиной, безопасно. Отлично. Видите, какие у нас инсайты, какие у нас озарения. Спасибо за то, что вы пишете. Спасибо, что вы такие активные. Да, мне можно быть разной. Мне можно быть безопасной. Мне можно быть любой. Хочу яркое. Хочу бижутерию одеваю. Хочу крашусь ярко. Вы мне там скажете, ты проститутка, что красишься ярко. Но это же их право говорить или не говорить. Второй вопрос, не важно, что в мою жизнь говорят. Важно, как я рефлексирую. Важно, как я реагирую на это. Например, если мне говорят, ты оделась как проститутка. Я могу сказать, да, я оделась как проститутка, потому что мне так нравится. Потому что это мой выбор, я так выбрала. Но если, например, у меня не проработан этот образ, я начну обижаться. Как она могла меня так называть? И потом люди ночами не спят. Да я ей, а она мне, а я ей. Как она могла? Да она, сволочь, последняя. Поэтому не важно, как вас называют. Важно, как вы реагируете на это. Поэтому, если мне говорят, что ты вырвелась как корова. Если у меня качество коровы принято, я скажу, да, ты прав. В своих глазах ты прав. Да, я корова. Но для меня образ коровы – это та, которая дает молоко. Та, которая кормит, та, которая дает творог, та, которая дает кефирчик. Да, я говорю, ну, замечательно. Представляешь, у меня такие груди большие. Я кормлю. Я кормящая мать. У меня так много учеников. У меня так много партнеров. У меня так много клиентов. И я всех, и мне на всех хватает молока. Замечательное слово корова. Но если у меня это слово не принято, я буду обижаться. Когда говорит, звонить подругу. Представляешь, она меня назвала корову. Представляешь, какая она сволочка. А та будет, ааа, да ты шо я на меня вчера назвала? Ах, она скотина. Да, и мы будем раздувать, раздувать, раздувать эту историю. Обижаться. Потом этого человека стараться избегать, чтобы лишний раз его не увидеть. И все это не принято и качеством. Вот, смотрите. Ты как трояндочка. Ты как трояночка. Троянда в украинском языке. Это розочка. Да, ты благоухаешь. Мне можно быть благоухающим. Мне можно сиять от счастья. Потому что я женщина. И это звучит гордо. Я женщина. И это гордо. А другие называют, прости, Господи. Ну, это их право называть. Что человек посеет? Прости, Господи. То есть, понимаете, вот смотрите, у людей даже слово есть такое, да, проститутка, прости, Господи. Почему? Потому что человек в горячем поту не может принять себе это слово. Прости, Господи. Вот. Потому что им нельзя быть проститутками. Им нельзя быть раскрепощены. Потому что люди вот в такую вот коробочку себя посадили. И вот они сидят в этой коробочке. Поэтому так много мы видим несчастных людей. И даже 8 марта люди получают цветы. И вот сегодня у нас много-много цветов. Сейчас вот за 2-3 дня цветы льются со всех сторон. Сегодня очень многие корпоративы будут. Или уже идут эти корпоративы. Но при этом женщина несчастная. Женщина одинокая. Вы знаете, сколько я консультирую? Я в день это 5-6-7 человек консультирую. И вот люди приходят, женщины, мужчины приходят. Говорят, у меня нет повода быть счастливым. И когда мы разбираем на самом деле повод, любовь к жизни просто так. Давайте еще в следующий раз мы проработаем образ. Любовь к жизни просто так. Жизнерадостность. Поэтому, друзья, я вас очень прошу. Поделитесь этими фирмами в своих соцсетях. Чтобы мы могли вот это сообщество счастливых и свободных организовывать по всему лицу земли. Русскоязычному лицу земли. Потому что я работаю с людьми по всему русскоязычному населению. У меня есть клиенты и в Америке, и в Канаде, и в Европе, и в Австралии, и в Украине. Потому что моя миссия – это увеличивать благосостояние как своего, так и других людей. Итак, наше благосостояние растет. И мы можем себе позволить счастье. И вот потом мы обязательно проработаем образ денег. Потому что очень у многих людей образ денег, он очень такой печальненький. Образ богатства очень печальненький. Напишите, интересно ли вам была бы эта тема. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели до конца эфира. Спасибо за активность, которую вы проявляете. Я вас очень ценю. Мастера. Потому что вы мастера своей жизни. И до встречи. Всех благ. Да, интересует. Обязательно сделаем и тему денег. Напишите, когда вообще лучше всего в эфир выходить. Мне как бы идеально было бы вот утром. Вот утро как-то у меня такое, оно очень ресурсное, активное. Там, например, 7 часов по Украине. То, что у меня пол-восьмого начинается школа. Вот, например, с 7 до пол-восьмого. Или же с 9 до 10. Как вы можете. Ну, видите, вот в основном, конечно, я сейчас пока выхожу стихийно. Что называется. Образовалось окно, я делаю. Но хочется как-то уже начинать выходить и делать это уже в каком-то ракурсе. То есть я подумаю, как это лучше сделать. И вот тоже увидела, что на Ютубе меня больше смотрят. На Инстаграме, когда делаю прямые эфиры, там совсем мало. Я укажу ссылочку на Инстаграм, потому что я тоже очень много делаю прямых эфиров. Спасибо друзьям. Спасибо мастера вашей жизни. Счастливые женщины, обреченные на счастье, обреченные на благосостояние, обреченные на, знаете, гарантия, что счастье, благосостояние, радость. То, что сама Библия нам об этом говорит. Я всегда говорю, Бог мой гарант. Бог гарант моего благосостояния. Бог гарант моего счастья. Бог гарант моего изобилия, потому что он мне так сказал. Спасибо большое, Аллах. Спасибо, что вы цените мой труд и открытость. Спасибо, драгоценные. До встречи. Еще раз Украина обнимает те страны, в которых вы находитесь. Всех благ. Спасибо. С наступающим восьмого марта. Очень приятно. Спасибо. Спасибо и вас, драгоценные. Счастливые, обреченные на счастье женщины. Если нас смотрят мужчины, обреченные мужчины на счастье. Спасибо большое, Аллах. До встречи. Счастливые, обреченные на счастье. Спасибо. 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 Спасибо.